Добрый день! Сегодня с вами будем рассматривать такую тему, как правовой статус медицинского работника в Институте брачно-семейных отношений. Итак, о чем же мы с вами сегодня поговорим? Значит, кратко наша тема лекции звучит, да, вы видите на экране, вот вопросы нашей лекции следующие. Так, первый, понятие, предмет и метод семейного права, второй, условия и порядок заключения и расторжения брака, третий, медицинское обследование тех лиц, которые вступают в брак, четвертый, права семьи в сфере охраны здоровья, пятый, права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья, шестой, права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья и седьмой, установление происхождения детей. Итак, как вы уже поняли, да, сегодня мы с вами будем общаться на тему семейного права, будем касаться отдельных аспектов семейного права и отдельных положений, таких как, да, при каких условиях брак заключается, в каких условиях брак расторгается, ну и отдельный акцент сделаем на медицинских работниках, на медицинском обследовании тех лиц, которые вступают в брак, на правах семьи, именно в сфере охраны здоровья, да, подчеркиваю, в сфере охраны здоровья, на правах беременных женщин, несовершеннолетних и установление отцовства в отношении детей, да, то есть, такие небольшое погружение в семейное право с отдельными нюансами в отношении медицины, а конкретно в сфере охраны здоровья. Итак, перейдем к вопросу номер один, который звучит как понятие, предмет и метод семейного права. Итак, для того, чтобы разобраться в целом, что же такое у нас брачно-семейное отношение, надо понимать, что же такое семейное право. Итак, семейное право, это как и любое другое право, уголовное, гражданское, административное, арбитражное и так далее, это отрасль права, который регулирует личные, неимущественные и имущественные отношения между членами семьи. Основанные, естественно, эти отношения должны быть на браке, родстве и принятии детей на воспитание в семью, то есть, усыновлении и удочерении. То есть, в целом, да, что же такое семейное право для себя, я думаю, каждый уже понял. Да, то есть, это отрасль права, который регулирует личные, неимущественные и имущественные отношения между членами семьи, да, в том числе, когда речь идет о том, когда мы этих детей принимаем на воспитание в семью, то есть, процедура усыновления, процедура удочерения. Естественно, когда мы говорим о семейном праве, да, мы не забываем про ключевые особенности семейного права, то есть, те особенности, которые у нас отличают отрасль права от иных отраслей права. То есть, какие же могут быть особенности? Значит, первое, это обязательно какой-то юридический факт. Что такое юридический факт, спросите меня вы. Юридический факт, это конкретное жизненное обстоятельство, которое служит основой для возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. Варианты брак, расторжение брака, смерть, купли-продажа недвижимости, наследство и так далее. Все это юридические факты. Соответственно, когда мы говорим об особенностях семейного права, то в основе семейных отношений лежит юридический факт. То есть, брак, родство, материнство, отцовство и т.д. Я думаю, это понятно. Второе. Семейные правоотношения не допускают правоприемства. То есть, они, как правило, связаны с личностью их субъекта. Что это означает? То есть, брак между мужчиной и женщиной, соответственно, если что-то происходит, никакого правоприемства именно семейных отношений не происходит. Происходит там наследство и все остальное, но правоприемство в отношении этих субъектов уже, естественно, исчезает и не может быть передано по наследству своим правоприемникам. Да, я думаю, это тоже логично и уже понятно. Третье. Субъекты семейных отношений – это у нас физические лица. Тоже очевидный факт, но в целом это тоже особенность семейных отношений. То есть, субъекты семейного права равно только физические лица. Никаких юридических лиц, там, упасти бог, индивидуальных предпринимателей здесь нет. Да, то есть, только физические лица. Это, я думаю, тоже понятно. Следующая еще особенность семейных отношений, о чем следует тоже упомянуть – это безвозмездный характер. Естественно, да, если мы окунемся в брачно-семейные отношения, то здесь могут быть разные нюансы, да, о которых многие, я думаю, уже знают. Но с точки зрения закона, да, брачно-семейные отношения носят безвозмездный характер. Да, это понятно. И последнее, зачастую имущественные отношения в семейном праве носят такой производный характер от личных неимущественных отношений. То есть, личные неимущественные отношения, там, право на фамилию, да, то есть, в процессе регистрации брака будущая супруга может выбирать, да, оставить фамилию, не оставить. То есть, это уже на усмотрение, так скажем, происходит. Это можно отнести к личным неимущественным правам. Да, имущественные права – это уже более, да, финансовая сфера, так скажем, да, там, выплаты на содержание семьи и так далее, на содержание ребенка и т.д. Да, опять же, я думаю, смысл выяснен. Естественно, когда мы говорим о семейном праве, да, определение уже для себя мы подчеркнули, у нас еще существует предмет семейного права. В целом, когда мы говорим о слове предмет, да, то есть, о таком понятии, предмет любого отрасли права, уголовное, гражданское, административное и так далее, предмет, как правило, да, во всех этих отраслях права – это то, с помощью чего право регулируют те или иные общественные отношения. Да, в целом, зачастую предметом являются именно сами эти отношения, да, то есть, на основе чего возникает, да, семейное право в нашем случае. Согласно статье 2, вы можете видеть семейного кодекса, к предмету семейного права относятся условия порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его недействительным. Второе – личные, неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями, детьми, а также другими членами семьи. Другим членам семьи можно относить кого? Да, братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее, то есть, это все можно тоже снова подогнать под семейные отношения, но опять же, по уровню родства, да, так называемые родственники, категория тех лиц, которые имеют родственные связи с теми или иными лицами. Далее, формы и порядок устройства в семье детей, оставшихся без попечения родителей, то есть, усыновление раз, удочерение два. Тоже у нас там предполагается особая процедура, да, для того, чтобы провести эти мероприятия по усыновлению и удочерению, да, там необходим уровень дохода соответствующий, наличие жилплощади, условия для проживания ребенка и так далее. То есть, в принципе, там, да, довольно много нюансов, но здесь мы сейчас о них не говорим, мы говорим о том, что же у нас регулирует семейное право. Формы и порядок устройства в семье детей, оставшихся без попечения родителей. Так, далее у нас есть еще метод семейного права. Метод – это инструмент, да, то есть, когда мы говорим о предмете, мы понимаем, что же у нас регулирует семейное право. Возникает логичный вопрос, с помощью чего оно это регулирует? Как раз здесь мы сразу же говорим о методе, да, то есть, это инструменты, с помощью которых семейное право регулирует институт брака, усыновление, удочерение, условия личных и неимущественных отношений между супругами и так далее, разделение имущества между этими супругами, на основании какого имущества это происходит и так далее. То есть, это уже как бы нюанс. Естественно, у нас здесь в основе метода семейного права лежит принцип равенства всех участников семейных отношений. Равенство. Да, то есть, нет какого-то приоритета, да, у, скажем так, у мужа одни права, у жены вторые. Да, то есть, здесь присутствует равенство. Мы здесь не говорим, да, о личных взаимоотношениях, об каждой конкретной индивидуальной семье, они построены по своему принципу. Мы заходим с точки зрения закона и права, да, с точки зрения семейного права есть принцип равенства. Кроме этого принципа, у нас еще существуют определенные принципы. Да, вот о методе, опять же, да, здесь уже есть на слайде, вы можете видеть. Да, согласно статье 2 семейного кодекса, граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, которые возникают исходя из семейных отношений. В том числе, право на защиту этих прав. Допустим, там, право на подачу заявления о взыскании алиментов. Это право на защиту своих прав. Естественно, воспользовались ли мы им, конечно, обратились в суд и в судебном порядке взыскали, даже не то, чтобы взыскали, продолжаем взыскивать на регулярной основе до достижения совершеннолетия нашего ребенка определенные денежные средства, называемые алиментами. Ну, я думаю, все знают, да, что это такое и так далее. Значит, все это снова относится к методам. Вот, когда так, второй вопрос, не спешим. Значит, кроме этого нюанса, у нас еще есть принципы признания брака заключенного только в ЗАГСе, да, что такое ЗАГС, я думаю, все знают расшифровку, да, это запись акта гражданского состояния. То есть, актами гражданского состояния у нас являются, да, рождение, то есть, выдача свидетельства о рождении, дальше, у нас выдача свидетельства о смерти, дальше, выдача свидетельства о регистрации брака, выдача свидетельства о расторжении брака и так далее. То есть, все это акты гражданского состояния. Исходя из нашего закона, да, у нас брак, браком считается только тот брак, который заключен в органах ЗАГС. Ну, и по последним изменениям 20-го года в Конституции, пункта G.1, брак это всегда союз между мужчиной и женщиной, только так и никак иначе. Следующий, да, у нас принцип семейного права это добровольность брачного союза мужчин и женщин. Снова мы заходим, обращая внимание, с позиции закона, да, это добровольность союза мужчин и женщин. Да, никто никого не тянет, не заставляет, либо не проследуют иные цели, то есть, мы заходим с позиции закона. Естественно, да, здесь вариантов очень много, может быть фиктивный брак и так далее, но здесь мы заходим, снова повторяюсь, с позиции закона. То есть, у нас в этой ситуации брак это добровольный союз мужчин и женщин, только так и никак иначе. Равенство прав супругов в семье, об этом уже говорили, но принцип такой тоже присутствует. Равенство прав супругов в семье. Решение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, когда присутствует согласие между мужчиной, между женщиной, то есть, между мужем и женой, в том числе, да, не забываем о правах ребенка, особенно, если этот ребенок достигает совершеннолетнего возраста, то есть, возраста 18 лет по общему правилу. Далее, приоритет семейного воспитания детей, когда мы говорим о содержании наших детей, то есть, снова здесь у нас присутствует создание благоприятных условий для их развития, воспитания, обучения и так далее. То есть, это тоже относится все к принципам семейного права. Дальше, не забываем мы про приоритетную защиту нетрудоспособных членов семьи, да, то есть, когда у нас, допустим, родители являются нетрудоспособными, когда у нас дети являются нетрудоспособными, ввиду разных обстоятельств, да, там, получили группу инвалидности и так далее. Мы не забываем про отдельные права этих лиц, соответственно, наш приоритет в отношении них присутствует. И последний принцип семейного права – это недопустимость ограничения прав граждан в семейных отношениях, кроме как на основании федерального закона. Варианты ограничения юридических прав, лишения юридических прав и так далее. То есть, это все варианты ограничения семейных прав, но на основании федерального закона при наличии определенных обстоятельств. С первым вопросом разобрались, идем дальше. Переходим к вопросу номер 2 Вопрос 2 звучит как Условия и порядок заключения и расторжения брака Все условия вы видите Для того, чтобы мы могли официально заключить брак в ЗАГСе У нас необходимо соблюдение следующих условий Условие номер 1 Взаимное и добровольное желание Желание и согласие мужчины и женщины То есть оно должно быть взаимным и добровольным Второе достижение брачного возраста То есть у нас есть четкое указание До 18 лет Достигаем брачного возраста Вперед в ЗАГС Прям вообще без никаких проблем Но, да, естественно у нас есть особые случаи Случаи, которые позволяют нам Вступить в рак в более раннем возрасте Да, то есть у нас могут быть национальные традиции Обычаи, либо разрешение родителей, либо что-либо еще Что позволит нам заключить брак, не дожидаясь 18 лет Третье условие заключения брака Это отсутствие ранее зарегистрированного брака Да, то есть когда с прежними супругами в браке мы не состоим Тоже возможны здесь нюансы, но в целом, да, если такой брак присутствует То, понятное дело, никакого брака заключить мы не сможем Для того, чтобы заключить новый брак, нужно сначала разобраться со старым Да, таким образом получить, как говорят у нас, развод И только тогда мы сможем зарегистрировать новый брак И последнее условие это отсутствие близкого родства То есть между женихом и невестой должны отсутствовать родственные связи То есть между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными Браки у нас запрещены, да, то есть никакого кронового родства быть не должно Какой же у нас порядок заключения брака? Не спешим Порядок заключения брака предполагает, да, то есть за один месяц Подаем заявление в ЗАГС Ждем Все ок, все хорошо Да, приходим и заключаем наш брак Ну, регистрируем в ЗАГСе Есть у нас особенности, да, которые позволяют нам заключить брак Не дожидаясь одного месяца со дня подачи заявления Варианты разные Да, то есть у нас есть беременность Есть рождение ребенка Есть угроза жизни Есть какое-то, какое-то заболевание Да, и соответственно это все можно Учитывать при заключении брака В плане сокращения этого месячного срока Так Ну, в целом, да, по условиям заключения брака, да, то есть пришли, подали заявление Заплатили госпошлину Назначили дату, пришли и так далее Есть еще один нюанс, да, иногда на регистрации брака присутствуют свидетели Да, то есть со стороны жениха, со стороны невесты, которые ставят свои подписи С точки зрения закона, да, участие свидетелей для регистрации брака не предусматривается То есть зачастую это у нас такая уже дань традициям, да, то есть они должны там свои подписи поставить и так далее Хотя в целом, их необходимость исключена, скажем так, да, то есть обойтись без них элементарно И второй момент, да, когда еще один, да, такой элемент традиции Когда вопросы задают жениху и невесты Согласны ли вы вступить в брак, ла-ла-ла И там жених и невесты отвечают, да, согласен, да, согласен То в целом, опять же, это тоже дань традициям, учитывая, что на этот момент уже в каждом из паспортов стоят соответствующие штампы И в целом, как бы, эти лица уже являются мужем и женой и состоят в зарегистрированном браке То есть тоже есть такие нюансы При этом есть еще у нас особенности, допустим, когда мы заключаем брак с лицом, который отбывает наказание Да, такая возможность присутствует Когда мы заключаем брак где-то не в органах ЗАГСа, допустим, да, а на корабле То есть в данном случае, да, у нас капитан корабля может являться лицом, наделенным законом, полномочиями по регистрации брака То есть есть, как бы, скажем, такие нюансы, да, которые, естественно, встречаются не всегда, но имеют место быть Условия расторжения брака В целом, да, довольно простая схемка дает нам четкий ответ на этот вопрос Есть два пути Путь первый легкий Сокращенный по времени И выгодный в финансовом отношении Это путь через ЗАГС Какие же условия необходимы, чтобы мы расторгали наш брак в ЗАГСе? Взаимное согласие и отсутствие несовершеннолетних детей Первое Да, если согласия нет, ну, как бы, вообще никак И если есть несовершеннолетние дети, как бы, вообще никак Вот если согласие есть детей нет, значит, мы можем смело обратиться в ЗАГС и расторгнуть наш брак То есть мы платим сумму госпошины 650 рублей, в принципе, особо, я думаю, не составляет труда ее заплатить И в целом мы расторгаем наш брак через ЗАГС Понятное дело, как бы, да, расторжение брака Это такая процедура, ну, неблагоприятная с точки зрения, там, закона, общества и всего остального Но ситуации бывают разные, случаи бывают разные Поэтому способ там можно использовать И есть еще у нас, да, вариант, вот, заявление одного из супругов Если второй признан судом без вести пропавшим, недееспособным Или осужден от 40 более 3 лет Есть эта ситуация Это можно считать основанием для расторжения брака Через ЗАГС Да, то есть у нас есть заявление одного из супругов Второй признан без вести пропавшим, недееспособным Либо осужден от 40 более 3 лет За совершение уголовного преступления Тоже можно считать основанием для расторжения брака В органах ЗАГС Что значит без вести пропавшим? Значит, если у нас орицание сведений более 3 лет Мы можем обратиться в суд И признать это лицо без вести пропавшим Получить решение суда С решением суда прийти в ЗАГС Сказать, смотрите, наш супруг 3 года где находится, непонятно Мы хотим брак расторгнуть И на основании этого судебного решения Орган ЗАГС выдаст нам свидетельство о расторжении брака То есть, в принципе, вот такая Довольно обыденная и не очень сложная процедура Расторжения брака с лицом, который без вести пропал А такое может произойти, мало ли, куда он там уехал Где мы его искать А мы хотим новый брак заключить А новый мы не можем заключить, пока старый не расторгнем Ну и да, может возникнуть тут такая ситуация И тут вроде хочется А там непонятно что делать Вот у нас есть рабочий механизм Есть еще у нас нюанс Значит, мы не можем Расторгнуть брак Даже если хотим В случае Если у нас есть ребенок Да, который вот-вот родился А мы прям уже вот все уже Друг от друга просто тошнит И прям вообще мы хотим Да, то мы не можем расторгнуть вообще никогда Ни через суд, ни через ЗАГС В том случае, если нашему ребенку Не исполнился год Да, то есть до года как бы вообще никак Даже если хотим Так Ну, в целом, как бы, наверное По ЗАГСу, наверное, все, я думаю Да, единственное, у нас есть еще Нюанс Зачастую ЗАГС дает один месяц На подумать А вдруг вы передумаете И через месяц выдает соответствующее свидетельство Значит, левую часть мы закончили Правая часть, суд Когда же мы идем в суд Для того, чтобы расторгнуть брак Первый вариант Понятное дело, логически рассуждаем Да, это отсутствие взаимного согласия На расторжении брака Второй вариант Несовершеннолетние дети Все, то есть, как только у нас Либо первое, либо второе Либо и первое, и второе Мы идем в суд В судебном порядке Расторгаем брак Еще там делим имущество Если оно у нас есть Ну и так далее Как правило, мы полностью с головой Окунаемся в судебный процесс И непонятно, когда он у нас закончится Особенно, если у нас есть спор в имуществе А имущества у нас много А у нас совместный бизнес А у нас недвижимость в разных частях Государства А у нас еще какое-то движимое имущество И, в общем, мы залезли в это полностью с головой А у нас еще там дети А их трое Они вроде как бы непонятны Зачастую понятное дело, что Суд оставляет детей с матерью Она еще подает на алименты А потом еще порядок общения с ребенком Если конфликт случился Мать не отдает общаться с ребенком Своему экс-супругу А супруг хочет общаться с ребенком В общем, там своя отдельная история В этом мы сейчас сильно не погружаемся Но в целом здесь есть уже нюансы Зачастую они связаны с финансовыми расходами Раз, поскольку, да, если супруги ходить не собираются Будут ходить их представители, юристы Которые адвокаты, допустим Которые будут, естественно, требовать финансового вознаграждения Ну и так далее То есть эта процедура явно за месяц не закончится Сколько она протянется, никто не знает Все зависит только от супругов А они могут находиться в конфликтной ситуации И как бы затягивать процесс намеренно и так далее То есть, ну в общем Да, своя история отдельная Расторжение брака в судебном порядке Опять же Суд тоже предоставляет супругам 30 дней на подумать А вдруг вы передумаете И не захотите расторгать брак Вот поэтому, как бы Такая ситуация тоже имеет место быть Ну вот кратко, да, об условиях расторжения брака И о условиях заключения брака Вопрос следующий Под номером 3 Медицинское обследование лиц, вступивших в брак Медицинское обследование лиц, которые вступают в брак А также консультирование по этим вопросам Производится медицинскими организациями Госсистема здравоохранения Муниципалами По месту жительства бесплатно И только согласие тех лиц, которые вступают в брак То есть, вот такой нюанс как бы есть Довольно краткий вопрос В целом, это выдержка из семейного кодекса Да, у нас есть первый нюанс Да, есть согласие лиц, которые вступают в брак Есть медицинское обследование этих лиц Далее, результаты обследования лиц, которые вступают в брак Составляют врачебную тайну И могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключение брак Только согласие лица прошедшего обследования Ну и варианты у нас могут быть разные Да, у нас есть ЮИЧ-инфекции, венерические заболевания И иные заболевания, которые могут быть выявлены в процессе медицинского обследования Ну и, понятное дело, сообщены лицу Если, да, не сообщены результаты этого обследования лицу у нас есть основания для признания брака недействительным. Не забываем, да, про сроки исковой давности, то есть то время, которое у нас есть для того, чтобы признать этот брак недействительным. То есть вот у нас, да, четкое основание для обращения в суд. Если часть третья, если одно из лиц, вступающих в брак, вскрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции. Все просто, понятно и доступно. Вопрос следующий, четвертый. Права семьи в сфере охраны здоровья. Значит, у нас есть определенный перечень прав, он уже как бы в целом придуман, зафиксирован в семейном кодексе, да, который касается семьи в сфере охраны здоровья. Кратко, вопрос довольно узкий. Первое. Право на обращение по медицинским показаниям на консультации без взымания оплаты по вопросам планирования семьи. И далее, и далее, и далее вы можете видеть. Второе. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия с женщиной, с учетом ее состояния здоровья, присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаем оперативного родоразрешения и так далее. То есть, свои нюансы, да, когда при такой присутствии исключено, опять же, это все допускается без взымания оплаты отца ребенка или иного члена семьи. Снова-таки, мы говорим о медицинских учреждениях государственной собственности, да, не частных, государственной. И третье у нас, это одному из родителей предоставляется право на бесплатное, совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения, независимо от возраста ребенка. Тоже, да, я думаю, если у нас с ребенком что-то происходит, какое-то заболевание, то мать ребенка, да, имеет полное право присутствовать в медицинской организации в случае стационара со своим ребенком до тех пор, пока его лечение не будет завершено. Следующий вопрос тоже довольно узкий. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья. Видим три пункта перед собой. Первый. Материнство в Российской Федерации сохраняется и поощряется государством. Мы знаем, что у нас есть статус многодетной матери, да, который предусматривает наличие определенных льгот. Но не забываем, что этот статус, а вернее его льготы, могут отмечаться в зависимости от местности. То есть, допустим, в городе Москва там могут быть льготы немного интереснее, чем льготы в городе Симферополе и так далее. То есть, тут как бы есть нюансы, но в целом, да, статус признается во всех местностях на территории Российской Федерации. Второе. Каждая женщина в период беременности, в время родов и после родов обеспечивается медицинской помощи и так далее, и так далее. То есть, тут все очевидно и понятно. Третье. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания, осуществляется по заключению врачей в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. То есть, тоже такая, да, история в целом. Следующий, тоже краткий вопрос. Рождение ребенка – порядок выдачи медицинского свидетельства о рождении. Моментом рождения ребенка, это уже важно, часть первая, является момент отделения плода от организма матери посредством родов. И вторая часть при рождении живого ребенка медицинской организации, в которой произошли роды, выдает документ установленной формы. Как выглядит этот документ, вы видите. На основании этого документа далее выдается следующий документ. Как он называется, я думаю, вы тоже знаете. Это свидетельство о рождении, в котором указывается фамилия и имя и отчество матери, фамилия и имя и отчество отца, если он известен и присутствует. Место рождения и так далее. Следующий небольшой вопрос – это права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. Перечень снова перед вами. Шесть ключевых прав несовершеннолетних. Первое – прохождение медосмотров, в том числе профилактических медосмотров. Второе – оказание медпомощи в период оздоровления и организованного отдыха. Третье – санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд. Четвертое – медицинская консультация без применения платы при определении профессиональной пригодности. Пятое – получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме. Шестое – несовершеннолетние в возрасте старше 15-ти или больные наркомане несовершеннолетние в возрасте старше 16-ти имеют право на информированное, добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него. Значит, не забываем о том, что несовершеннолетние у нас до 18-ти. Есть отдельная категория малолетних лиц – это до 14-ти. И есть у нас еще нюансы в отношении лиц старше 15-ти, либо старше 16-ти. В случае, если они больны наркоманией, у них мы спрашиваем, согласны ли они на медицинское вмешательство, либо не согласны. И третий пункт – это дети-сироты, дети без родителей, дети в трудной жизненной ситуации до достижения возраста 4-х лет включительно могут содержаться в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения. То есть, это у нас перечень основных прав несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. И заключительный вопрос нашей темы – это установление происхождения детей. С этим тоже могут возникать свои трудности и нюансы. Первое, о чем стоит упомянуть, что происхождение ребенка от матери устанавливается на основании тех документов, которые подтверждают рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медорганизации на основании всех таких показаний, медицинских документов или иных доказательств, подтверждающих связь матери и ребенка. Второе, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным, или с момента смерти супруга, матери и ребенка, отцом ребенка признается супруг, бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга, матери и ребенка удостоверяется записью об их браке. Третье у нас пункт. Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью и ребенком, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления, как отцом, так и матерью ребенка. А в случае смерти матери, признание ее недееспособной, невозможности установления нахождения матери, или в случае, если она лишена роднических прав, по заявлению отца ребенка, согласие органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия, по решению суда. То есть, если у нас возникает необходимость, то у нас отец ребенка может установить это самое отцовство, особенно, если ребенок был рожден в браке, который нигде не зарегистрирован. Так называемом гражданском браке, который, в принципе, нигде у нас не мелькает, когда мы говорим о... Так, и последнее, да, установление отцовства отношения лица, достигшего возраста 18 лет, то есть совершеннолетия, допускается только с его согласия. То есть, если ребенку больше 18 лет, ну или просто 18 лет ему, то установить отцовство мы сможем только в том случае, если он согласен на это. Тоже есть нюансы, скажем так. Есть еще проблема у нас с установлением отцовства в отношении ребенка, если он не проживает там, где проживает отец. Тоже нюансы. То есть, допустим, ребенок проживает где-то в другом государстве, а мы проживаем здесь. Устанавливать отцовство необходимо по нашему местонахождению, что в целом чревато разными нюансами. Да, ребенок там и здесь. А если мать ребенка против, то как бы еще возникает проблема. То есть, естественно, корень проблемы в случае, если ребенок родился в незарегистрированном браке. Да, его не вписали. Все, не вписали. И потом прошло сколько времени. Вроде все было хорошо. И отец надумал все-таки установить отцовство. Тоже там, да, почему так долго ждал, но не важно. Поэтому такая ситуация тоже у нас имеет место быть. Наша лекция подошла к завершению. Всем спасибо, кто дожил до этого слайда. Всем спасибо за внимание.